у меня слышно? сейчас слышно да пока просто смотрим прямо когда Анатолий даст знак Анатолий у меня вот исчез, я его не слышал, он невидимый, он теперь если что будет писать в чате так а если я что-то такое в чате получаю, оно у меня на весь экран высвечивается да, оно не видно, остальное будет не видно да, оно не проецируется оно видно нам, оно не видно по-моему жизнь налаживается на Марси да, итак, добрый вечер сегодня у нас в гостях Эдгар Лейта и попросим его для для благополучного завершения нашего обсуждения и начала беседы о том, как санскрит преподается в частности в Вене попросим Эдгара тогда открыть нашу беседу чем? да, во-первых завершение уже потом прежде всего нужно благополучно начать для этого, собственно, и существуют мангало-шлоки да, да, итак, 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 итак вот так вот теперь можно быть уверенным, что начало, хорошее начало положено и завершение благополучное тоже обеспечено мне кажется в русскоязычном интернете нет людей, которые интересуются санскритом и хотя бы краем уха не слышали об Эдгаре и соответственно что-то о нем знают отдельно, я надеюсь, мы расскажем о том во всех подробностях, как Эдгар до этого дошел а сейчас все-таки, значит, разговор попробуем связать с Веной итак, Эдгар, ты же не родился в Вене значит, как-то ты туда, получается, попал да, я попал туда достаточно причудливыми путями и как-то туда попал не сразу, а можно сказать, как-то постепенно ну, вот, нахожусь я уже там достаточно долго хотя в настоящее время как раз я веду свое обещание не из Вены не из Австрии, а из Германии, из города Дрездена, где моя ну, последние несколько лет моя вторая резиденция с Венской вот, но я попал туда уже студентом, который начал вот самые разные предметы изучать в 95-м году хотя впервые это был 93-й год, но в 95-м я начал в Вене учиться на факультете католической теологии но параллельно и на факультете филологии и культурологии хотя я, честно говоря, точно не помню, как он тогда назывался он за все эти годы, он несколько раз так кардинально менял свое название ну, можно сказать, филологический факультет это, условно, с какими-то навесками из культуры сеншавского, то есть культурологии вот, и где я помимо теологии и религии с упором на религиоведение начал заниматься санскритом, но, конечно, не только санскритом но и тибетским языком, и буддизмом, и вот всем комплексом наук которые, условно говоря, связаны так или иначе с санскритом то есть уже вот непосредственно эта линия идет с осени с осеннего семестра 95-го года почему Вена? в этом, ну, почему Вена, да, это вполне закономерный вопрос на это можно только так вот слегка в виде ответа пожать плечами и сказать, ну, да, почему бы и нет но, на самом деле, в этом во всем, конечно, был элемент случайности я даже не по своей, так сказать, прямой воле изволению попал впервые в 93-м году в Вену потом в Инсбрук, будучи тогда членом некого католического ордена и когда я уже прибыл в Вену, так сказать, приехал уже своим ходом не будучи, так сказать, не посланным туда по обмену студентом а сам начал свою жизнь там обустраивать я там оказался, потому что у меня были к тому времени знакомые, хорошие друзья, которые мне помогли немножко помогли с переездом и с обустройством и вот с их вдохновением и помощью я смог поступить ну, вернее, поступил без помощи ну, я смог подать документы в Венский университет которые были приняты и начал там заниматься всем этим комплексом наук ну, вот, в частности, в филологии санскрита Сколько лет это, получается, такого, ну, не знаю первичного, что ли, обучения или как там устроено обучение то есть это что, это магистратура бакалавриата или что, или как? значит, здесь необходимо различать вот эти два во-первых, вопрос, да, о том, как устроено обучение потому что за все те годы, что я связан с институтом ну, он у нас последние 20 лет, да, почти 21 год называется Институт Южной Азии Тибетологии и Буддологии Институт Южной Азии Тибет и Буддизмускунде Институт это примерно соответствует, ну, по российской системе это, может быть, была бы кафедра во всяком случае, вот у нас так у нас учатся скорее на институтах тех или иных институтах по тем или иным специальностям которые принадлежат к университету нежели на факультете факультет нас касается довольно мало с этим связаны только какие-то практические вопросы учебная часть да, и вот с тем, как связана, так сказать, сама учеба она за это время очень сильно, программа менялась несколько раз очень кардинально но меня нельзя называть в данном случае ну, как условно говоря, эндолога хотя я был не только эндологом, но и целом у меня целая других учебных идентичностей меня нельзя назвать образцовым студентом потому что я учил, занимался санскритом, эндологией ну, как бы это вот было такое хобби то есть я был официально записан я ходил, я во все свое свободное время туда ходил, занимал там прослушивал некоторые курсы они всегда немножко разные ну, допустим, с повторяющимся названием там даже до трех-четырех раз например, там санскритский синтаксис и так далее и как-то я никогда особо не думал что я вот всеми этими вещами когда-либо буду заниматься профессионально то есть я так очень долго просто ходил ходил на все курсы и пока наконец меня не уговорили наконец как-то вот начать подводить какие-то итоги и по действующей на тот момент учебной программе в соответствии с ней уже оформить свою учебу в качестве я немножечко опять же опоздал на в тот период до определенного года по-моему это до 2012 года не был введен бакалавриат еще официально то есть я мог еще как магистра в качестве магистра закончить но мне вот-вот я чуть-чуть с дипломной работой так затянул то есть мне пришлось еще и формально и наверстывать то есть получить корочки бакалавра и потом магистра и вот сейчас у меня такой бесконечный процесс написания PhD то есть докторской ну которая примерно соответствует кандидатской но она у меня я не очень понимаю чему она соответствует она как-то вот происходит да поэтому поэтому это такой не очень стандартный путь такой более стандартный путь был бы ну магистерский курс который скажем рассчитан ну на от 5 до 6 на период от 5 до 6 лет но по нынешней текущей программе он должен быть предварен бакалавриатом да окончанием в качестве B.A. Bachelor of Arts и затем к которому добавляется два ну скажем так стандартно минимум два года магистратуры ну программа я еще раз повторюсь она менялась много раз в 90-е в начале еще 90-х которые я не успел застать программа в конце вот 80-е ну в 80-х я там еще не был все кто заканчивал институт он раньше назывался в самом начале институт эндологии и древней иранистики ну все говорят венский институт эндологии он формально назывался институт древней эндологии и институт эндологии и древней иранистики и также был независимый от него но тесно связанный по многим аспектам и в том числе и в том что касается преподавательского состава институт тибетологии и буддологии все кто заканчивали эти институты соответственно они получали там тогда даже не было магистратуры они получали сразу же докторскую степень стали диссертации да и так сказать выпускались уже в качестве докторов но да а потом ну те кто там выдерживал писали еще соответственно ну то что называется по немецки тогда германской системе университетской была абилитацион это то что может быть англосаксонской системе соответствует старинному доктору литерарум по-моему да ну полный докторат то что у нас примерно то что доктор наук в России да вот если примерно конечно можно сказать что PHD наш теперешний докторат он примерно соответствует кандидатской то габиль габилитацион в немецкой в германской системе да он соответствовал доктор докторской российской и после после так сказать защиты габилитацион вот этой вот полной диссертации человек гарантированно получал место это до 2000 года была в Австрии такая система место университетского ассистента или доцента ну с гарантированной зарплатой потом пришли очень сильные изменения которые так сказать всеобщей переориентации университета на экономию и на освобождение от всяких таких абсолютно ненужных специальностей как например индийская филология и прочих интересных вещей вот чем в 19 или в начале 20 века гордость так сказать была немецких университетов каждый уважающий себя фюрст да то есть ну фюрст так сказать граф наверное да граф или король в каждой отдельной земле вот считалось престижным скажем к концу 19 века начиная с середины иметь своих профессоров по санскриту по санскритской словесности вот вся эта система к сожалению была ну можно сказать что она ну почти полностью растворилась вот в нынешнем таком массовом университете который предполагает большое количество студентов наши специальности ну будем так условно говорить эндологии сейчас у нас никто про эндологию мы только так говорим это в обыденной речи формально это все заменилось под влиянием как раз болонской системы и американского подхода к таким regional стадис то есть у нас называется науки которые занимаются исследованием всего региона Южной Азии то есть Индии и Шри-Ланки как раньше говорили ну и к этому добавляется еще тибетология и буддология так сказать изучение ну если совсем корректно говорить тибетский буддизм не очень корректно гималайский как случилось что в Германии столько университетов все таки и сколько университетов в Германии не знаю преподаются анскриты или что-то еще осталось от той системы 19 века почему Дрезден например это какой-то более крупный университет и опять же есть своя кафедра или как нет в Дрездене я оказался лишь потому что здесь здесь очень сильно представлена история средних веков и я так сказать получил стипендию для такого совместного ну межкультурного проекта изучения изучения премодерной аскезы и аскетов миров аскетических миров миров аскетов древней Индии и сравнение это с аскетами ну будем так говорить с монашеством средневековым европейским монашеством вот здесь в Дрездене возник такой проект и как сказать ну вот я получил это это место с Индией и с Indian studies с эндологическими исследованиями сам этот наш институт наш я имею ввиду вот Дрезденский институт это называется исследовательский институт по сравнительной истории монашеских орденов так условно можно перевести вот я так сказать здесь являлся ну вот этот проект он уже формально вот с лишним как завершён я просто свою диссертацию доделываю но у этой группы уже нашей нет а так была вот исследовательская группа диссертантов которые занимались сравнительным изучением вот монашество в разных традициях ну монашество опять же говоря условно скажем так аскетов аскетизма да моя коллега занималась изучением тибетских тибетского монашества прежде всего нормативных текстов так как представлены того как представлены нормы в самом широком смысле да нормативные миры я это так и заглавил да вот образ аскетов брахманических аскетов да я ограничиваюсь исследованиями именно аскетов согласно брахманическим источникам прежде всего текстом наподобие дхарма шастер и так далее вот как они предстают для нас в текстах вне зависимости от того насколько мы это можем экстраполировать так сказать на реальную жизнь я из того исхожу из того что о реальной жизни древнеиндийских аскетов мы знаем ну скажем так очень мало да но у нас перед нами есть целый комплекс нормативных нормативных текстов плюс художественных которые тоже можно истолковывать в качестве нормативных при изучении которых нам представляются то что называется вот модели разные модели аскетической жизни аскетов аскезы дискурсов аскетов аскетических аскетических дискурсов как мы так сказать это можем вычитать из древнеиндийских текстов это такой вот был проект Дрездене и поскольку он базировался в Дрездене то возвращаясь к вашему к твоему вопросу так сказать я вот я должен был присутствовать в основном Дрездене хотя определенные семестры для меня были предписаны и предписывали мне пребывание также в Вене с посещением соответствующих семинаров это такая очень довольно необычная такая модель взятая из французских универс из французской изначальной системы она называется такой межкультурный проект который предполагает разных там от двух до трех ну в моем случае двух научных руководителей и такие вот в двух вроде бы мало связанных формально областях но вот где-то на пересечении их такая вот странная встреча это я рассказываю к тому что в самом Дрездене эндологии никогда не было здесь находится такой очень знаменитый технический но он формально называется технический университет потому что он возник именно изначально как технический университет но в начале 90-х годов он был пере как бы это сказать переоборудован перепрофилирован именно под самый обычный университет но он сохранил свое название технического университета вот а где эндология поблизости от Дрездена была в общем то в той или иной мере до сих пор существует это совершенно недалеко отсюда расположен Лейпциг знаменитый Лейпцигский университет где у профессора Эли Франко и может быть многие также кто-то из слушателей может быть участвовал в программе в летней школе разговорного санскрита там ее ведет доктор Саданан Дадас мой старый хороший знакомый друг можно сказать и вот он тоже является учителем санскрита преподавателем санскрита в Лейпцигском университете но вот Лейпциг это еще и центр книгопечатания востоковедных книг собственно учебник Кнауэра в частности был напечатан в Лейпциге то есть там длиннющие традиции востоковедного книгопечатания не только эндологического на самом деле ведь да да безусловно Лейпциг да вот я знаю что в двадцатый в общем в первую скорее даже может быть первой половине двадцатого века там огромное количество очень важных монографий было издано что-то вроде бы продолжается издаваться но в наше время в наше время скажем так вот реально заработать книгоиздатель на печатание научно научной какой-то специальной научной литературы может быть в отличие от России у нас точно не может это невозможно нигде совершенно не представляю как это возможно в России но в общем здесь это скорее здесь если человек хочет либо человек хочет чтобы его напечатали тогда нужно влагать какие-то вложить огромную сумму своих собственных денег ну либо либо есть конечно такие всемирно знаменитые авторы вроде профессора Бронхорста который вот там постоянно его сразу же наверное у него какой-то постоянный есть договор не с Лейпцигом а с Лейденом в Лейденском университете его знаменитые какие основные немецкоязычные центры изучения сэнскрита в древности сейчас ну я начну может быть с того что есть сейчас сейчас конечно самым основным поскольку наиболее разнообразным центром и я бы сказал наиболее самым лучшим в Европе центром является Вена никакой иначе именно никакой другой центр как именно Вена хотя звучит так странно но у нас вот три полных профессуры да вот как сказать называют ординарные профессуры они все немцы все наши профессоры профессор Карин Прайзентанс она так сказать она закончила она закончила другой знаменитый университет Гамбургский вот там это можно сказать ну наверное после Вены это второй по значимости очень серьезный такой центр тоже изучения сэнскрита я лучше так я беру назад может быть это вот сравнение первое место второе место это такой очень субъективный подход но я думаю просто все же по разнообразию программы объективно конечно в Вене ну вот в последние может быть так 15-20 лет с тех пор как туда пришли руководителем да института институт Сфорштанд это у нас называется до недавнего времени была Карин Прайзентанс так сказать она ну с ее приходом институт он расцвел расцвел очень разнообразился и действительно сделался таким очень 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 если позволительно так сказать крутым центром по изучению вот разных отраслей древнеиндийского знания конечно не все потому что все зависит не всего потому что все зависит от того какие преподаватели но тем не менее я в прежние годы довольно много публика в общем регулярно можно сказать каждый семестр вот желающие могут там попытаться порыться у меня в жилом журнале те которые его знают каждый семестр практически публиковал список с какими-то своими ремарками вот курсов текущих на семестр это можно посмотреть также и на сайте нашего венского университета института там может быть да не знающих немецкий язык не очень удачно что все таки там все по-немецки да да ну вот вена да вена лейпциг гамбург я бы сказал да гамбург может быть потом лейпциг потому что реально в лейпциге мало не очень не очень не настолько разнообразно как в вене да и можно реально изучать санскрит да это прежде всего в вене это в гамбурге это в лейпциге это в мюнхене хотя ну в мюнхене это значит так что там в основном насколько я знаю все таки больше с такой поляризации на изучение именно буддизма у нас в вене тоже очень много изучается буддизм но но буддизм в вене у нас изучается на основе даже больше так сказать тибетских текстов но санскритских в том числе вот потом есть конечно санскрит наверное есть он до сих пор там был профессор хан к сожалению несколько лет назад умерший в марбургском университете не знаю насколько там там по моему Роланд Штайнер его ученик остался то есть в марбурге что то да Роланд Штайнер достаточно активный вот должен быть значит Роланд Штайнер в марбурге потом должен быть в в в в Готингене если он до сих пор в в Готингене это в в Готингене в в Готингене в самом университете и что постановка заканчивал какой университет там в Готингенске нет что же он какие у нас еще есть все время но какой-то остаток эндологии в Берлине то есть или Берлин вообще не считается Берлин несколько лет назад там там окончательно все это было упразднено во всяком случае кафедра была упразднена и вот по сообщению коллеги Карла Бергштайсера который является можно сказать одним из последних вернее последний да там помимо сколько там по-моему двух два еще студента было вот они закончили последний курс преподававшийся в Боннском университете Бонн славный университет об этом Карл написал недавно статью на его сайте опубликовано очень рекомендую очень интересное такое исследование ну так сказать или такая вот очень вдумчивая такая компиляция самых разных источников с оригинальными фотографиями автора и вот университет где можно сказать раньше наверное да раньше всех стали преподавать санскрит вот он закончил свое существование в качестве центра санскритологии ну хотя так вот я насколько понял там то есть получается Бонн уже не мекка санскритологии ну я думаю что Бонн давно уже не мекка санскритологии вот такой вот меккой остается Вена и мединой остается наверное Гамбург если так можно выразиться а ну да в какой-то вот да Хайдлберг то есть по-русски издательство Хайдлберг то есть ну насколько там преподают именно санскрит там в Хайдлберге да там Аксель Михайлс наверное до сих пор там все-таки упор делается опять же на что в общем понятно с практической точки зрения на современной эндологии да то есть там можно изучать там можно изучать хинди там можно изучать по-моему тамильский и коллега там преподает язык Телугу и Урду наверное это бывший мой один из моих сокурсников который заканчивал Венский университет ну по крайней мере одно время преподавал там Урду там тоже можно тибетский было изучать но я я никогда сам не был в Гейдлберге в Хайдлберге и так сказать я так только так знаком по наслышке вот не по наслышке я знаком кроме Вены только с Гамбургом и так получается в Вене санскрит возникает где-то в 1845 году да то есть получается где-то в середине да где-то в середине 170 лет получается да вот это все длится вся эта история для читающих по-немецки ну может быть в наше время можно на самом деле сделать неплохой машинный перевод на русский может быть у меня когда руки дойдут может быть я это переведу все-таки раньше или позже на русский язык так сказать к сведению это надо будет у автора у моей научной руководительницы профессора Карен Прайзентон спросить разрешение есть очень хороший очерк об истории санскритологии ну будем так условно говорить да изучение санскрита или эндологии в Вене она написала это очень многие насколько я знаю много недель даже месяцев проведя в архивах в Венском государственном архиве и в университетском архиве вот когда она только в 99 году она стала новым так сказать шефом нашего института сменив на этом посту профессора Герхарда Уберхаммера и вот она тогда первым делом она стала исследовать эту историю и написала такой очерк он до сих пор он доступен ну вот он на немецком языке да я читал этот очерк на самом деле я не знал про самое начало но я знаю три фамилии которые у меня ассоциируются с Веной это Бюллер это Майрхофер и это Верба вот эти три фамилии у меня ассоциируются с Веной да это понятно почему они ассоциируются потому что ну это не совсем как бы сказать это немножко такая специфическая такая ваша перспектива да она может быть немножечко я бы сказал ее может быть как-то следует чуть-чуть как это сказать по-немецки немножко подкорректировать да да ну понятное дело Бюллер Бюллер потому что это все-таки в силу определенных обстоятельств он для наверное изучающих санскрит в России это наше все да как бы я не знаю да как книгоиздатель вы можете это сказать да да потому что по Бюллеру до сих пор наверное Бюллер даже дело не в издании книг просто Бюллер он получается он это первый переводной учебник изданный в Советском Союзе так да получается он не совсем он мне кажется не в Швеции в этом году да Щербатской его Щербатской же под это дело он получал он получал космические по тем временам деньги просто космические он несколько лет ездил десять тысяч золотых он жил в Лондоне в это время и собственно я же видел его в архиве Шербатского я видел эту рукопись Эрман думал что Шербатской не притрагивался к этой книге так там все было интересно я тоже так думаю я тоже так думаю но я видел собственной рукой в архиве Шербатского во-первых отдельные страницы перевода во-вторых домашка Шербатского исправленная рукой Бюллера то есть было скажем много интересных архивных вещей получается он под этим прикрытием того что он работает над руководством жил в Лондоне по факту видимо почти не имея отношения к книге потому что рукописный экземпляр перевода руководства в библиотеке Петербургского университета датируется шестнадцатым или семнадцатым годом то есть получается он был завершен еще до 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 в двадцатые годы он он тоже же был вот где то он он в двадцать третьем году получается просто тусовался в Европе да он получается благополучно вот за счет а почему ему давали деньги потому что хотели в тибете заняться пропагандой и тут шербацкой говорит что как без учебника по санскрите по санскриту вы будете заниматься пропагандой в тибете только через бюллера ну да 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 то есть шербацкой был видимо он очень ну то есть я я нисколько в этом не сомневаюсь он очень хорошо конечно знал первоисточники по буддизму он прекрасно знал что такое то есть вот так сказать ну вот нужные средства да это вот применение так сказать ситуации на на пользу делу которым он занимался то есть видимо он конечно в этом смысле большевиков очень хорошо использовал в смысле вот деньги которые ну видимо как сказать вот ответственные товарищи большевистские они ему давали там со своими какими-то тайными или может быть даже не тайными а явными целями но щербацкой там жил вот в европе и то есть существенная часть золотого собаса советского союза а направлялась на издание вот этого руководства изданной на мелованной бумаге когда еще учебник издавался на мелованной бумаге ну видимо видимо да видимо видимо большевистское начальство сочло это это важным проектом я не знаю да я об этом получилось да что шербацкой сделал вот он сделал великое дело бюллер вот это получается для меня начало вены потому что все что до бюллера я знаю откровенно плохо то есть 1883 году он издает первое издание своего курса скажем так и Майрхофер а мне посчастливилось его еще немножко застать он говорил а как ну конечно это же а как вена без бюллера это собственно система вот мне интересно насколько система бюллера отразилась в дальнейшем во тех курсах и программах оно как то видно вот уши бюллера или нет уже значит вот если если мы вернемся именно к бюллеру да и щербатскому да поскольку здесь так сказать такая точка пересечения именно с российской исландской теологии Федор Ипполитович вот он учился в Вене насколько я помню в 1892 1994 он ну он тогда я насколько знаю он был и в Вене и бывал в Берлине о Якобе и какие то вот какие то курсы он слушал именно у бюллера но об этом я насколько знаю ну то есть есть какие то свидетельства этому в архиве мне не известно какие то личные воспоминания то есть вот как именно там это проходило проходили занятия у бюллера я видел его записные книжки там выписаны слова например на трех языках на санскрите там немецком и тибетском то есть он видимо составлял какие то списки слов то есть видно его заметки по сравнительно историческому языкознанию то есть он знал разные пути но для себя он сказал что сравнительно историческое языкознание это не для меня получается и тем самым в Вене он как раз занимался все и помимо всего прочего он ходил на семинар Ягича это может быть так да очень часто словистические семинары вот он со словистом он с Иваном Франковым в Вене тоже общался вроде бы как насколько я знаю в Ягич в своей истории языкознания он правда упоминает только одного человека знавшего наизусть славянского происхождения знавшего наизусть панинина я забыл его фамилию но там про Шербацкого не было ни слова поэтому тут наизусть панини я позволю себя в знании наизусть панини скромно слегка усомниться ну ладно об этом можно будет поговорить это легенда никто не знает я тоже могу семьдесят восемьдесят сутр наизусть испанине так вот с ходу первую отъяю процитировать но это не значит что я знаю наизусть испанине вот тут же много мифотворчества здесь очень много мифотворчества есть пересечения получается да получается советского союза бюллера бюллер это начало что после бюллера вот для меня следующее это уже майор кофер да значит вот чтобы к этому так сказать вот здесь детализовать потом ведь в начале в двадцатые годы был Леопольд Шрёдер был я о нем не особенно о нем не особенно много то есть есть какая-то вот интересующаяся могут почитать на немецком языке опять же все это гугл переводчик позволяет легко перевести скажем там на русский язык он известен вот ну лично я мне он наиболее известен по очень красивому переводу в гагавадгита на немецкий язык вот где-то у меня даже здесь стоит этот томик как Шрёдер преподавал санскрит мне неизвестно я не знаю но я знаю что в Вене по я знаю вот собственно говоря вот наша эпоним венская школа венской философской эндологии как ее вот называют вот среди людей знакомых более или менее она начинается с Эриха Фрау Вальнера да который опять же он по своему образованию как я думаю что и большинство вот тех великих санскритологов тех прежних времен он был классиком филологом да ну вот я знаю уже по рассказам его учеников я самого фрау Вальнера конечно не застал и не мог застать поскольку он умер в Вене уже там по-моему в семьдесят восьмом году в конце семидесятых то есть я уже так сказать существовал в этом теле ну конечно там до Вены еще не успел доехать но вот его непосредственные ученики наши академики знаменитые Штайнкельнер и Герхард Оберхаммер а также заканчивали у фрау Вальнера кстати говоря вот из прияда его учеников был Ламберт Шмитхаузен он как раз знаменитый такой буддолог санскритолог он в Гамбурге очень долго преподавал ну то есть по-моему он до сих пор в Гамбурге но он давно на пенсии и вот я знаю как как когда к фрау Вальнеру вот пришел Штайнкельнер потому что он мне это лично рассказывал фрау Вальнер просто вот дает ему книжку Штенцлера грамматику Штенцлера вот к такому-то числу вызубрить выучить грамматику Штенцлера и тогда можете со мной вместе вот читать приступать к чтению текстов вот так тогда учили санскриты то есть основом ты должен был обучиться сам по Штенцлеру ну Штенцлер получается он чуть ли не там тридцать раз уже переиздавался то есть это не стареющая какая-то классика по-моему сейчас двадцать девятый вышел вот это то есть это какой-то просто хит хит Штенцлер это хит да Штенцлер очень на самом деле она такая очень хорошая грамматика она нет мы по Штенцеру я могу потом вот чуть позже сказать как я начинал мы я просто не хочу скомковать потому что мне интересны детали мне интересно вот досконально все поэтому мы не будем вот это что известно о том как было до до того вот то есть как бы Вене получается то есть получается помимо Бюллера был еще Штенцлер получается в почете как минимум да я бы не стал говорить то есть что значит в почете просто преподавали вот по Штенцлеру но не то чтобы я не знаю как был устроен формально начальный курс я знаю что некий начальный курс читала вот одна из один из моих научных руководителей профессор Петтина Боймер доктор Петтина Боймер может быть вот те кто занимаются особенно у кого есть интерес к кашмирскому шиваизму могли они что-то слышать или читать я у нее писал свою первую в институте религиоведения в Вене свою первую магистрскую работу она в 70-е годы преподавала вводные курсы санскрита вот ученикам как раз фрау Вальнера и по-моему это было по-моему по Штенцлеру то есть насколько я знаю вот по каким-то отдельным рассказам тогда вводный курс санскрит преподавался по Штенцлеру ну собственно сам фрау Вальнер он уже вот требовал уже знания языка ну на уровне такой вот элементарной грамматики то есть он увидел человека и он уже должен знать а если не знает то к следующему разу уже должен знать но дело в том что да тогда все эти люди они все наперечет которые ходили к фрау Вальнеру и потом уже непосредственно к его ученикам то есть вот сколько их там не было они так вот все как-то либо остались при институте либо либо при академии наук вот эти все люди наперечет они до сих пор ну кто-то из них там вышел на пенсию ну до сих пор там преподают какие-то свои курсы раньше скажем так вот еще даже в начале девяностых восьмидесятые насколько вот я знаю по рассказам опять же и в девяностые годы все это было значительно менее формализовано программа такая была довольно открытая еще я застал это время во второй половине девяностых еще при старом институте когда по сути дела просто читались какие-то курсы но чтение курсов вот так вот считалось что ты должен основы ты должен постигнуть скажем какие-то вот общие введения в качестве самообразования или в последствии самообразования то есть вот ты должен был сидеть все время в библиотеке читать книги а на самих курсах непосредственно это были курсы по чтению тех или иных текстов и уже по филологическому и прочего качества разбору текстов буддийских текстов каких угодно да там на санскрите или на тибетском языке или там ну на каком бы то ни было языке да прежде всего для вены да санскрит или тибетский язык чтобы снова значит вот вернуться к бюллеру то есть вот бюллер практически он он в вене ну на моей памяти я могу сказать вот единственный раз когда он использовался его использовал когда Хлодвиг Верба к сожалению ныне покойный мой один ну один из моих дорогих учителей и можно сказать друг да друг и учитель которого я знал ну вот практически четверть века у которого тоже начинал учиться а Хлодвиг Верба был как раз непосредственный ученик Майерхофера и вот он единственный раз когда ему доверили преподавать ну просто так получилось не то чтобы ему не доверяли просто вот он один раз преподавал это было как раз когда в тринадцатом году я переехал в Дрезден в четырнадцатом в пятнадцатом годах он вел вот эти три семестра началь вводный курс санскрита как раз он их вел по Бюллеру и на моей памяти это был один единственный раз по Бюллеру и я знаю что он его там каждое второе слово перевод или нюанс как-то исправлял что-то он там постоянно исправлял люди от его невероятных требований уровня требований Хлодвига они там просто плакали горючими слезами там сбегали ну это очень часто конечно получается на курсах санскрита что там там в течение одного семестра очень значительное число отсеивается студентов и остаются так сказать такие самые стойкие опаленные вот уже там всеми мыслями там огнями вот ну здесь через вербу снова возвращаясь к Майерхоферу он к Венскому институту собственно индологии не имел прямого отношения он был ну институт скажем так условно заведующим кафедрой да индоевропейстик по-немецки индо германистик индо германистика но в России по-моему это называется да сомнительно индоевропейское языкознание вот он как раз ну да языковед но просто это насколько как бы величина в смысле которая ну скажем так бюлера хотя на самом деле тоже очень сейчас стали стали забывать даже вот люди не знают о существовании этимологического словаря древнеиндийского языка то есть они не знают даже что такое есть то есть я не думаю я думаю что языковеды российские вот я несколько раз сталкивался даже мой ну вот скажем вот профессор Владимир Емельянов да шумеролог в Санкт-Петербургском университете на Остфаке он мой одношкольник да вот как-то мы с ним заговорили помню когда мы вот через посредством живого журнала так сказать заново познакомились в 2008 году так сказать на новом уровне вот мы заговорили по-моему там про эндологические студии да 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 конечно Вена это вот Майерхофер у него как-то это сразу мгновенно аффицировалось хотя сам профессор Владимир Емельянов он никоим образом не вот не индоевропеист по своей но он о нем знал и я знаю что и другие тоже знают вот с кем я со многими познакомился через соцсети и все говорили ах да 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 значит Майерхофер я смотрел с Майерхофером меня Верба в свое время ему представил Верба был такой совершенно такой уникальный ученик Майерхофера вот он он сам был по образованию тоже филолог классик он грецист латинист Студентам, которые за весь курс там получили только оценки, все были отличные. Вот Хлодвиг Верба был в их числе. Хлодвиг Верба в институте у нас немножко, как бы сказать, он стоял, ну не то чтобы особняком, но он представлял собой другую парампару, другую традицию, нежели нетрадицию фрау Вальнера. Потому что от фрау Вальнера, фрау Вальнер это венский Адигуру. Вот фрау Вальнер, надо ударять не фрау Вальнера, а фрау Вальнер. Фрау Вальнер, он был учителем шефа института Герхарда Оберхаммера уже 90 лет. Вот он до сих пор жив, я надеюсь здоров, уже ему задевал, наверное, может быть уже 91 был. Сейчас исполнился, по-моему, в конце июня. Он в Винсбурге живет на пенсии. Вот он время от времени в Вену приезжает, то есть он что-то какие-то, вот что-то еще пишет, какие-то переводы еще делает. И он, как бы сказать, вот он создал свою плеяду своих собственных учеников, как, например, ну вот в Академии наук там до сих пор, и его ученица Марион Растелли, такой Маркус Шмыка. Да, и ныне покойный Рок Мискита, который как раз вот был специалистом по Мадхве, у которого я как раз начинал заниматься в Вене, формально начинал заниматься санскритом, но вот прошел самый-самый первый курс в 95-м году, осенью 95-го года, вводный курс. Но проходили мы его не по Штенцлеру, не по Бюллеру, а по учебнику Хонды, Яна Хонды. Ну, Гонда, может быть, Россия. Хонда, да, у нас Гонда, да. Хонда, да, ну вообще, поскольку он был, так сказать, он был адик-гуру, и наше все для Лейденского знаменитого университета, был, так сказать, царь и бог Лейденского университета, ну, вот он произносится Хонда, да. И он есть такой, ну, я не могу сказать, что он такой очень прям хороший, как учебник, такая, скорее, такая очень краткая грамматика, вроде грамматики Майерхофера, но только там какие-то вот дела. Ну, то есть даже не грамматика, а, скорее, даже очерк. Ну, нет-нет, я бы сказал, это что-то среднее между такой справочной, кратенькой справочной грамматикой, очерком и учебником, потому что там прилагается, кстати, как и в Штенцеле, там прилагается упражнение. Да, да, ну, вот этот самый первый курс, он такой был, он был шесть часов в неделю, то есть, ну, говоря, как, по-разному говоря, три пары в неделю, вот, течелось семестр, и мы этого Хонду моего прошли. Не могу сказать, что у меня там от санскрита очень много осталось после Хонды, но я просто параллельно, помимо санскрита, там, занимался очень-очень многими вещами, там, тибетским разговорным, тибетским языком, классическим, письменным, и там целым комплексом еще теологических, философских дисциплин. То есть, я, конечно, так вот, ну, может быть, наверное, сам в тот момент так поверхностно учился, но все же я этот курс тогда вот закончил, даже сдал, так тогда слабенько так сдал, да, вот. Но вот таковые были, вот таковые вот особенности, да. И Верба, вот продолжая быть, так сказать, в качестве... У него он формально был не доцент, а ассистентс-профессор, да, то есть экстраординарным профессором, можно так, наверное, сказать, да, вот в русской традиции. Да, есть ординарный профессор, а он, так сказать, на ранг ниже, экстраординарный профессор. Вот он за его как раз хабилитацион был, вам, хорошо известная Верба индуарика, да, вот это, я сейчас буквально сейчас... Да, этот кирпич надо... Надо показать, раз уж мы об этом заговорили. Вот этот кирпич Верба индуарика, вот с его дарственной надписью на санскрите. Да, это, конечно, это моя боль в том плане, что я никогда не увижу второй том, и это, конечно, моя боль. Это ужасно. Хлодвиг полтора года как ушел, совершенно неожиданно. Вот два года назад, как случилось, что он узнал, что вот он тяжело болен, и был рак, и он очень быстро сгорел, то есть буквально за несколько месяцев. Я вот, я за месяц до его смерти еще с ним где-то почти час разговаривал по телефону на Рождество, и вот сообщили через месяц, в конце января, по-моему, ровно через месяц, 24 января, что он ушел. Я целый год не мог, ну, на самом деле, я как-то до сих пор не представляю института Бесхлодвига Верба. Хотя при всем при этом, я знаю, он такой был очень, он такой, говоря, может быть, таким лесковским слогом, он такой был антик, такой очень, такой своеобразный человек, очень где-то, ну, да, такой чудак где-то, да. Конечно, великолепный, совершенно великолепный знаток не только классического санскрита, но, прежде всего, ведийского языка и также всех вариантов санскрита, которые я там у него, мне довелось проходить, то есть буддийского гибридного санскрита. Также он самые разные прокриты преподавал, вот общее введение в среднеиндийские языки. Я у него аж, не помню, то ли три курса прослушал, то ли четыре, наверное, курса в общей сложности прослушал, но экзамены точно по двум сдавал. Вот, синтаксис он вел регулярно много лет, ну, по-моему, в последние годы уже много, и так вот давно уже не было, очень полезные курсы. Да, разные аспекты ведийского языка, общее введение, потом какие-то очень специальные семинары, потом он очень интересовался Камасутрой и всякими такими вот интересными темами. Да, ну вот его курсы, они, как бы сказать, они действительно были невероятно высокого уровня, но при всем этом они, многие студенты боялись ходить, потому что он очень был строгим преподавателем, он требовал совершенно невероятной подготовки. То есть, ну, чтобы вот успешно закончить его курс, надо было вот просто, ну, каждый день, я не знаю, там, по сколько часов, там, по несколько часов заниматься, да. Вот. Это что касается вербы. Это вот линия, это, так сказать, линия Майерхуфера, да, такая вот, может быть, более традиционная такая для европейских университетов сравнительного, сравнительно исторического изучения санскрита. Это он также верба преподавал, ну, на моей памяти, в 90-е годы, по крайней мере, в самом-самом начале 2000-х уже в новом институте. Всякие разные введения в древнеперсийский язык, там, Овесту читал, ну, в основном там публикой, так сказать, участниками этих небольших групп были в основном языковеды, то есть, вот, индоевропейсты и лингвисты. Вот. Но как-то это вот после того, как институт слегка сменил свой профиль и потерял этот аффикс. Иронистик, да, да, древняя иронистика, то, в общем, собственно, при всем при том, что до сих пор сохраняется у нас в Вене такая очень хорошая библиотека, вот, всякой вот старой немецкой литературе по иронистике, издания текстов, Овесты и много-много чего, памятников. Но, по-моему, очень мало кто этим сейчас занимается. Но получилось вот продолжение линии как раз, опять же, Оберхаммера, но она, то есть, вот, ученики Оберхаммера, вот, можно сказать, вот верный ученик Оберхаммера Мескито, он уже тоже несколько, где-то года четыре назад, как он умер. Ну, последние он несколько лет был на пенсии. Вот. Потом вот он был из тех вот, ну, которые уже в возрасте были, ученики, ученик Оберхаммера. То есть, по сути дела, ученики Оберхаммера, вот, ну, человека два осталось в Академии наук. Ну, у нас такая система, что преподаватели в Академии наук, они тоже читают время от времени какие-то свои курсы. Получается, немножко, как бы, мы так вот параллельно, несколько параллельных линий, я так пытаюсь объяснить. Да, мы, вот, именно это я и хотел, потому что мы сейчас не успеем их не закрыть, мы их очертили. Да, мы обозначим, да. И вот, чтобы закончить вот эту вот тему, эту линию с обозначением, да, с тем, чтобы вот их наметить, да, флажочки поставить. И вот, ну, после того, как, так сказать, конкурс на замещение вакантной должности в 99-м году, да, вот, была избрана, да, на эту должность профессор Карен Прайзентанс, непосредственно, ну, я считаю ее своим основным учителем, она как раз вот представитель, ну, можно сказать, гамбургской знаменитой эндологии, потому что она была, она ученица, ну, великого гамбургского филолога, профессора Альберта Ветцер, который был, в свою очередь, учеником великого филолога, эндолога Пауля Тиме. И вот эта вот линия восходит через еще одного эндолога, сейчас у меня выскочила из головы его фамилия, и вот учеником того был как раз Кильхорн, профессор Кильхорн, который вот обучался еще у пандитов в Пуне. Поэтому все равно все связано с Бюллером, потому что Кильхорн чуть ли не лучший друг Бюллера, поэтому все равно все связано. Это понятное дело, потому что, потому что ведь Бюллер был в Бумбее, он, по-моему, ну, он тогда еще не назывался Мумбай, как в наше время, а в Бумбее. И, наверное, он, я не знаю, насколько он там в Декан колледж вот преподавал. Ну, нет, он именно с Деканом не был, получается, связан. Он больше вот свои там рукописи собирал и, как бы, я так понимаю, больше передвигался. Он собирал рукописи, при всем при этом джайны, но это известно, наверное, всем, которые интересовались. Я об этом узнал очень рано, еще в 80-е годы, когда еще был совсем молодым и вот начинал всем этим интересоваться. Значит, этот вот Бхандар, да, эту традиционную библиотеку джайнов пустили его ученика Щербатского, а Бюллера, вот несмотря на все там 17 лет его пребывания, ему как-то там не удалось заручиться доверием джайнов, не очень понятно почему, ну, вот я не знаю. Да, конечно, наверняка Кильхорн и Бюллер был, да, такая интересная точка пересечения, конечно, были знакомы, ну, а я об этом так очень мало знаю. Это интересная точка пересечения, и, собственно, на этом мы сегодня, я предлагаю, завершим начало нашей беседы, потому что я еще ничего не спросил, а у меня много вопросов. Понял, я как-то пытался, то есть получилось, что я, наверное, везде расставил... Нет, я именно так и хотел, чтобы у нас была карта, потому что мне интересна история немецкой сансклитологии с уклоном в Вену, ну, а получается много всяких историй связанных. Так вот, например, Кудрявский пишет, что и его грамматика основывается на как раз Кильхорне, собственно, и Кильхорн переводился на немецкий, в смысле, с немецкого языка на русский, Эрманом. И у нас есть переведенный, но не опубликованный Кильхорн на русском языке. Грамматика, на самом деле, очень хорошая, но она изначально... А история, получается, переплетается несколько раз, три раза чуть ли не, вот, в течение, там, 170 лет она несколько раз взаимно переплетается. Кильхорн изначально, насколько я знаю, он даже издал свою эту грамматику на английском, а потом она была уже переведена на немецкий. И я, вот, лично пользуюсь немецким, ну, это, на самом деле, перевод с английского, то есть оригинал. Ну, сейчас вот оригинал Кильхорна его можно... Сейчас столько всяких золотых, так сказать, ну, золота и бриллиантов висит на Archive.org, да, на архиве. Сейчас все эти старые книги можно скачать, ну, вот, хотя бы... Конечно, всегда это приятнее иметь в виде книжек, но хотя бы вот в виде PDF-ки это можно скачать. Кильхорна могу только порекомендовать, но не для начинающих. Для начинающих сложновато, она практически такая вот справочная грамматика с огромным... Но она справочная, как обычно у немцев, у них каждая книга – это справочник, они что ни делают, получается справочник. Да-да-да-да-да-да-да, при всем при том, ну, мы с коллегами, я помню, в такой неформальной обстановке, где-то вот мы сидели там за кружками пива, кто там был, там был Штайн, академик Штайнкельнер или Эли Франк, я уже не помню, кто там точно был, но вот какие-то вот киты эндологии среди них, там я был самый вот этот вот Вамана, да, как малютка, ну, где-то все равно, где-то в качестве бложки такой все равно прицеплялся и впитывая, так сказать, все эти анекдоты и истории, и да, у нас шел разговор о том, ну, что ж такое немецкая эндология, вот есть ли такая вообще вещь... И вот я предлагаю как раз рассказ о том, есть ли немецкая эндология и что это такое, перенести на в следующий раз, я надеюсь, что через месяц мы продолжим разговор, потому что, как я уже сказал, у меня уйма вопросов, я хочу понять вот эту родословную, потому что на самом деле немецкие эндологи, они получаются, они, от них и американские санскритологи, получается, к ним восходят, и к ним же и наши, то есть получается... Знаменитый Макс Мюллер, вот кто он? Ну, вроде бы скажут, британский эндог, но он же был на самом деле немцем, да? То есть получается, вся санскритология, она вся, 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 она же вся переплетается с Германией, но это отдельная большая... В Германии очень много преподавали и продолжают преподавать, ну, так сказать, тех, кто этнически не является немцами. Но об этом, да, об этом можно будет как-то попытаться, может быть, порефлексировать на эту тему, да, вот что такое немецкая эндология и существует ли она, можно ли, строго говоря, о ней говорить. Я думаю, это такой немножко условный такой конструкт. Я не являюсь специалистом именно по истории немецкой эндологии, я, так сказать, просто, ну, что называется юзер, да, который вот долго в этой системе объективно... Ну, как-то вот так получилось, да, что я... У меня там всякие были жизненные планы, они как-то вот не... Те, которые должны были, вроде бы, как я планировал осуществиться, они почему-то не осуществлялись, но вот как-то так получилось, что всё это меня вот так толкало обратно, каждый раз обратно-обратно в объятия санскрита, ну, получается, что вот параллельно ко многим другим вещам я занимаюсь санскритом, но уже вот с четверть с лишним века, и о чём я лично могу, конечно, рассказывать с сознанием, это о том, вот, у последней четверти века именно венской, ну, эндологии, или говоря более точно, Сюд-Азиан-Кунде, ну, эндологии, тибетологии, буддологии, как-то это всё очень трудно иногда бывает разграничить, даже невозможно. Это действительно так получилось, да. Тут я знаю не просто какие-то анекдоты, я думаю, что пока вот мы живы, на самом деле я считаю, вот этот ваш проект, он, он, я так с одной стороны думаю, ну, да, такой свободный разговор, потом я думаю, ну, кто такой я там, не являюсь там специалистом, там, историком науки, но, с другой стороны, ведь так вот если копнуть, я знаю просто в силу того, что я так вот долго в этой кухне, так сказать, нахожусь, много всяких анекдотов таких реальных, историй, а потом же время так быстро летит, потом мы уйдём, но, может быть, это вот останется, кому-то будет интересно. Это такой вот жизненный, это то, что по-немецки говорится «цайтцоге», да, вот свидетель времени своего, да. Ну да, получается, я боюсь, что когда мы дождёмся историка, уже это будет история уже даже не упадка, а история, как она выглядела, то есть вымершие разновидности наук, и как бы будет могильная плита, и вот… Ну, видите, при всём при том, да, что система… Ну, я думаю, это, конечно, связано с общим состоянием, может быть, упадка университетского образования как такового в нашем, ну, так условно говоря, западном мире, о том, что вообще происходит, что университет скорее, особенно гуманитарные специальности, ну, они очень инструментализируются. С которых не следовало бы, да, это делать, как, например, в подготовке каких-то политических активистов, как мы знаем, как это сейчас называется вот в англоязычном мире, social justice warriors, по счастью, наши, как у нас говорят, орхидейные науки, да, вот в немецкоязычном пространстве существует такое вот… Оно слегка иронично такое, немножко любовное, и слегка, да, вот что-то такое между такой вот любовным отношением и иронией, такое вот обозначение орхидейенфахе, орхидейенфах, то есть, ну, как бы вот, что такое санскрит у нас в университете, да, это как такая орхидея, очень такая красивая, но, по сути дела, абсолютно бесполезная цветок. Совершенно бесполезная. Эдгар, что говорят, когда люди расстаются, вот что, какие слова они говорят? Вот мангалы, шлоки, они открывают, так сказать, доброе дело, а чем они завершают? Я, может быть, ну, говорят по-всякому, там говорят, не знаю, индейцы, там, пунардашаная, там, до свидания, да, Ну, я, может быть, хотел бы процитировать, ну, вот, завершая эту нашу сегодняшнюю беседу, такое очень известное, наверное, это каждый, кто читал панчатантру, да, а, наверное, панчатантру в той или иной форме читали все вот у вас, изучающие санскрит. Я думаю, что нет такого человека, который хотя бы две строчки оттуда не слышал, даже если не знал о том, что это панчатантра. Да, и вот есть такая очень хорошая вещь, которую в свое время покойный Хлодвиг очень любил давать в качестве напутствия, но ей можно и завершить это с трофочкой на нашу сегодняшнюю беседу о том, что наука филологии, так сказать, наука о языке, это абсолютно такое предприятие без конца, не имеющее конца. Сейчас я это прорецитирую на санскрите. Но что же тогда нам делать, если это нечто огромное, бесконечное? Нужно отбросить шелуху, то есть все неважное, и сосредоточиться на важном, то есть поступать так, как делает знаменитый хангса, да, лебедь, ну, обычно мы переводим либо лебедь, либо гусь, ну, хангса, да, иногда не переводят, говорят, хангса, да, такая легендарная птица, которая вот по традиционным древнеиндийским представлениям, она, если пьет смесь молока с водой, вот она чистое молоко, это немножко смешно звучит, отцеживает чистое молоко и отбрасывает воду, да. Не будем это разбирать с точки зрения, так сказать, биологических представлений, но вот оно есть, да, вот он отцеживает самое важное, от шелуху отбрасывает. Вот в Панчатанте сказано. Очень красиво эту страфу перевел Sir Arthur Ryder на английский язык. Позвольте себе процитировать, я думаю, что большинство понимает по-английски. Я думаю, что на этой все-таки оптимистической ноте можно завершить сегодняшний разговор, это своего рода как такая, ну, да, тоже такая завершающая мангала, хотя можно еще завершить. Завершающая, открывающая, мы приостанавливаемся, чтобы начать извлекать то молоко, которое смешано вокруг. Да, ну и вот на расставании еще очень такая популярная, какое-то такое благопожелание. Сарвей бхаванту суккинах, сарвей санту нирама яга, сарвей бхадрани пащанту на кащиду кабхак бхавет. Пусть все будут здоровы, пусть все, ну, избегают, пусть страдания обойдут всех стороной. Да, пусть все видят лишь благополучие, и пусть никто не будет причастником страданий. И вот я думаю на такой вот как аширва, да, благословляющий такой ноте можно, наверное, завершить, но поставив не точку, а такое вот многоточие, да, с надеждой продолжить тебя. Спасибо, Эдгар, за уделенное время, и до встречи, до следующей встречи. До следующей встречи, спасибо за... До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok